Не выбрасывайте настенные кварцевые часы, но и не храните неисправный. Ремонт своими руками – это просто. В свое время меня просто достали такие настенные часы с кварцевым механизмом. Поработают полгода-год и начинают хандрить. То отстают, то остановятся. Сначала грешил на батарейке. Менял на новые. Но через какое-то время снова то же самое. Менял механизм. Стоит недорого и практически все одинаковые. Но история повторялась. Думаю, многим из вас знакома эта проблема. Снимаем стекло, стрелки. Если есть гайка, откручиваем гайку, которой закреплен механизм. Так вот, подумал, не могут же все механизмы быть бракованными. Ну, один возможно, но не два, не три. Разобрал часы и дошло. Это не механизм бракованный, а недоработка в конструкции. Или экономия материала. Сейчас покажу и расскажу, в чем проблема. Стрелочки аккуратненько поддеваем. Секундная. Секундная. Минутная. Минутная. И часовая. Здесь гайки нет. Механизм держится на защелках. Вот одна, вот вторая. Вот он, механизм у нас в руках. Вскрываем механизм. Крышка тоже держится на защелках. Вот здесь. И вот здесь. Снимайте крышечку аккуратно. Не переворачивая корпус механизма, чтобы не рассыпать шестерни, которые находятся под крышкой. Вот они, видите? Теперь советую сфотографировать, чтобы в случае чего смогли собрать так, как положено. Основными элементами кварцевых часов является электронный блок и шаговый механизм. Поднимем еще шестеренки. Их аккуратненько в сторону. Но тоже можно сфотографировать, чтобы потом собирать в той же последовательности. Электронный блок раз в секунду. Вот он, электронный блок. Раз в секунду подает импульс шаговому двигателю. Вот электродвигатель. Это вот это. А он уже в свою очередь поворачивает стрелки. Ну вот они собраны на одной платформе. Шаговый двигатель. Электронная схема находится на обратной стороне. Вот она. Именно здесь расположен тот самый кристалл кварца, который привел к революции в часовой промышленности. Здесь генератор импульсов, делитель. Эту часть мы не трогаем. Нас интересует шаговый двигатель. Вот это его статор, на котором расположена медная обмотка. А вот этот маленький магнитик, это ротор двигателя. Видите? Все дело в нарушении контактов. От элемента питания к электронной схеме. Смотрите, вот это площадочки, контактные площадочки электронной схемы. А вот здесь контакты от батарейки. Можно просто подогнуть контакты от батарейки и все. Именно так сделают в часовой мастерской и возьмут с вас тысячу рублей. Но это, как правило, ненадолго. Вот они, контакты. Можно подогнуть немножко. Но дело не изменит. Можно припаять контакты от батарейки к контактным пластинам на плате. Это уже навсегда. Но я ремонтирую проще. Вот, посмотрите на обмотку этого шагового двигателя. Видите, как она болтается? А так не должно быть. Она должна быть неподвижна. Получается, что обмотка вместе с платой электронной схемы двигается в такт импульсом, выдаваемым генератором. И в конце концов, со временем происходит нарушение контакта с источником питания. Ну, это мое личное мнение. Но думаю, именно в этом причина неисправности. Вот, посмотрите. Что можно сделать? Зафиксировать обмотку на сердечнике чем-то подходящим. Например, можно обычной зубочисткой. Вот зубочисткой. Вот в этом месте, видите, воткнуть. Туда, и она будет намертво держаться. Или проволокой подходящего размера. Вот эта великовато. Вот таким образом. Вставив ее в зазор между сердечником и обмоткой. Хорошо подходит по размеру проволока от диодов или резисторов старых. Видите, как входит хорошо. Воткнули. Обрезали. Ну, и тут загнем, чтобы она не мешала. Теперь собираем механизм. Все эти шестеренки, магнит в обратном порядке. Потом закрываем крышку. Вставляем механизм на место в корпус часов. Стрелки ставим на полдень. Сначала часовую, затем минутную и секундную. Ну, и стекло, естественно. Вот, все шестеренки на месте. Контакты тоже. Закрываем крышку. Все, теперь вставляем механизм снова в часы. Стрелки, как я и говорил, ставим на 12. Минутную. И секундную. И секундную. Минутную. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, сколько у меня собралось таких неисправных часов Хозяевам выбросить жалко, а держать в доме неходячие часы Плохая примета Теперь несут ко мне на лечение Ну вот, видите, все работает А эти работают уже пару месяцев Показывают время точно Надеюсь, стрелки ваших часов теперь будут работать долго и надежно Всем удачи и бодрости духа!